Добрый день! Мы студентки 7 группы 4 курса педиатрического факультета Фролова Екатерина Викторовна Белова Елена Олеговна представляем вам нашу работу «ГЛПС. Скрытые угрозы». В прошлом году все внимание жителей Саратовской области было приковано к эпидемии ковида. Однако в доковидный 2019 год в Саратове отмечалась вспышка ГЛПС. С наступлением тепла люди начнут больше времени проводить на природе. И возникает вопрос о том, насколько велика угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию саратовцев, связанной с ГЛПС. Мы решили изучить эту ситуацию. Целью нашей работы является изучение особенностей эпидемической ситуации по ГЛПС в Саратовской области и степень осведомленности студентов из ГМУ о данной проблеме. Задача нашей работы – изучить литературные данные о эпидемиологической ситуации по ГЛПС в мире, Российской Федерации и Саратовской области. Составить анкету и провести опрос студентов из ГМУ об осведомленности о данном заболевании. Изучить меры профилактики ГЛПС и составить памятку для населения и студентов. Мы использовали данные статистической отчетности, данные Роспотребнадзора по Саратовской области, интернет-ресурсы. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – это острое вирусное природно-очуговое заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, почек и других органов. Возбудитель – хантавирус. Основным его резервуаром служат дикие мышевидные грызуны. В России – рыжая полевка. 80% заражений человека происходит воздушно-пылевым путем, при вдыхании высохших испражнений инфицированных грызунов. Передача вируса возможна также контактным и элементарным путями. Человек эпидемиологической опасности не представляет. Инкубационный период составляет от 4 до 49 дней, в среднем 2-3 недели. Начинается остро, с подъема температуры тела до 38-40 градусов. Озноба, резких головных болей, боли в мышцах, поясничной области и животе. Количество мочи резко уменьшается. В тяжелых случаях развивается анурия. Госпитализация обязательна. Эпидемиологическая ситуация ГЛПС в мире остается напряженной. По данным Американской ассоциации микробиологов, в России наблюдается самая высокая заболеваемость ГЛПС. Среди природно-очеговых инфекций в России ГЛПС составляет почти половину всех случаев. Около 97% всех ежегодно регистрируемых случаев ГЛПС приходится на европейскую и 3% – на азиатскую часть России. Около 80% всех случаев приходится на Поволжский федеральный округ. Наибольшее количество заболевших относилось к возрастной группе 50-59 лет. Чаще всего заболевания протекают в средне-тяжелой форме. Но вот на Дальнем Востоке регистрируется больше тяжелых случаев. И если летальность в среднем по России составляет от 1 до 3,5%, то на Дальнем Востоке достигает 10%. Впервые заболевание ГЛПС было зарегистрировано в Саратовской области в 1964 году. С 1970 года заболевания в области регистрируются ежегодно. За весь период заболело более 11 тысяч человек. 32 умерли. Яркие вспышки указаны на слайде. Саратовская область не относится к территориям с высоким уровнем заболеваемости. Средний многолетний показатель равен 4,4 на 100 тысяч населения. Но в периоды вспышек видны резкие подъемы заболеваемости. Развитие вспышек способствует многоснежные мягкие зимы, когда грызуны недоступны для хищников и свободно размножаются. Всего в области 30 природных очагов ГЛПС. Все районы делятся на 3 группы в зависимости от риска заражения. Вы их можете увидеть на слайде. Территория с очень высоким риском заражения ГЛПС. Саратовский район. Красный цвет на карте. В периоды вспышек заболевания 45-70% всех больных в области заражается на территории лесопарка Кумысная поляна. Для Саратова характерны осенне-зимние сезоны, когда зараженные грызуны мигрируют в жилые постройки. Преобладает бытовое заражение ГЛПС. Самая большая вспышка отмечалась в 2019 году. Показатель по Саратову составил 247,5 на 100 тысяч населения. Этому способствует расширяющееся строительство жилых домов в бразилистных массивах, большая захламленность леса, рост числа массовых мероприятий на территории Кумысной поляны. Всего в 2019 году зарегистрировано 2702 случая заболевания ГЛПС с преобладанием заболеваемости среди мужского населения в основном трудоспособного возраста 20-60 лет. Комплекс профилактических мероприятий должен включать расчистку леса от сухостоя, уничтожение грызунов и информирование горожан. Несмотря на то, что в 2020 году наблюдалось значительное снижение показателей заболеваемости, угроза вспышки ГЛПС еще сохраняется. Мы провели онлайн-анкетирование, чтобы узнать степень осведомленности студентов из ГМО о данном заболевании. Всего в анкетировании приняли участие 141 студент, преимущественно 3-4 курса, было задано 17 вопросов. 71% оставили девушки, 29% – юноши, подавляющее большинство – люди 20-22 лет. Только половина опрошенных знает, что в Саратовской области есть очаги ГЛПС. Четверть ответивших не знает, что заболевание вызывается вирусом. 12,1% не знают про орган-мишень. 13,5% не знакомы с переносчиком хантавируса. Только половина опрошенных верно выделяют основной путь передачи инфекции. Почти 20% не считают, что ГЛПС представляет большую опасность. Выявлено большое разнообразие ответов о способах заражения ГЛПС. Около половины считают, что больной человек представляет опасность как источник распространения инфекции. У 14 человек, родственники или знакомые болели ГЛПС. Половина опрошенных студентов не знакомы с понятием даратизации. 77 студентов думают, что существует вакцина от ГЛПС. На основании изученного материала мы разработали памятку для студентов и населения по профилактике ГЛПС. Она представлена на слайде. Таким образом, ГЛПС остается актуальной угрозой санитарно-эпидемиологическому благополучию населения Саратовской области и Российской Федерации в целом, занимая лидирующие позиции в общей структуре природно-очуговой заболеваемости в стране. Выявлено крайне низкое задавлено студентов из ГМУ по вопросам, связанным с профилактикой ГЛПС, что требует активной санитарно-просветительской работы. Благодарим за внимание.